Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. Обсуждаем мы сегодня такую тему, как перепланировка в Москве. Инструкция по применению. Сразу скажу, что в гостях у меня Виктор Буянов, начальник инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Центральному административному округу города Москвы. День добрый. Здравствуйте. И Николай Коплынов, исполняющий обязанности начальника отдела подготовки исходно-разрешительной документации Московского городского филиала в ГУП Ростехинвентаризации Федеральная БТИ. Николай, приветствую. Добрый день. Собственно, вопрос для вас, наверное, простой, а для многих наших слушателей он может быть совсем непростым, потому что правила достаточно часто меняются, вроде бы как процедура упрощается, но тем не менее каждому нужно знать, во-первых, что можно делать, что можно, что нельзя делать. И, во-вторых, как это регистрировать, оформлять и, собственно, соблюдать требования законодательства, и каковы эти требования на сегодняшний день. Виктор, вот что вы можете в общем и целом сказать по поводу перепланировки? Я хочу сказать, что это, в принципе, не так уж и страшно, как об этом говорят. Правила, они с выходом Жилищного кодекса, они не меняются. Как в Жилищном кодексе было прописано комплект документов, который необходим, он так и сохранился. Но давайте посмотрим по пунктам, ладно? Я думаю, что это будет полезно. Да, ну, прежде всего, написать заявление. Это разве трудно? Есть бланки, они у нас... Образцы наверняка. Да, есть инспектор, который подскажет, как он заполняется. Потом нужны правоустанавливающие документы. Ну, естественно, вдруг это не вы собственник помещения. Так ведь? Следующий проект. Ну, мы же должны знать, что вы делаете, и можно ли это вообще делать. Ну, четвертый как раз технический паспорт. Это как раз мой коллега. Так, Николай, мы зададим этот вопрос. И согласие в писемной форме всех членов семьи нанимателей. Это если соцснаем у нас? Да, или всех собственников данного помещения. И, как у нас центр, это заключение органа по охране памятников истории культуры, это московое наследие. Все, это комплект документов, которые необходимы. Вот я сейчас перечислил, у тебя что-то страшное есть. Ну, честно скажу, вот для меня лично страшное слово «проект». Давайте остановимся на проекте. Хорошо. Проект может сделать либо любая организация, у которой есть СРО. Ну, это что раньше было, лицензия. Самая регулируемая организация. Или, если это затронута несущая конструкция, если это перекрытие, например, несущая стена, проем делается, особенно в типовых домах, то тогда, естественно, нужно согласиться с автопроектом дома, поскольку только он знает нюансы данного дома. Может быть, люди сейчас возмутятся, скажут, почему именно туда пошли. Но, согласитесь, все-таки безопасность жителей должна быть прежде всего. Особенно, если это высотка какая-то, например. Особенно, если там и по 20 с лишним этажей. Представьте себе, если там несущую стену снесут, что будет? Куда потом людей расселять? Ну, такие сложности. Так что с проектом, в принципе, ничего сложного-то нет. Кстати, на проекты тоже мэр Москвы Сергей Семенович Собядин обратил внимание, что есть такие, например, типовые проекты. Они действительно реально есть? То есть сейчас человек может прийти к вам и выбрать что-то? Вот, вот, давайте я на этом чуть поподробнее остановимся, хорошо? Значит, у нас есть три вида проектов. Первое. Индивидуальный, когда просто человек идет и заказывает проект в проектной организации. Второе. Типовой проект. Значит, есть у нас в каждой инспекции, есть эти типовые проекты. В данный момент правительство Москвы оплатило эти типовые проекты ОГУП, НИИТЭП. Это связано с тем, что у нас большинство домов, как сами понимаете, П-44, П-18, П-3, П-55, 2-18. Ну, я не буду перечислять, их там много. Они, естественно, разработчик этих проектов, ГУП, НИИТЭП, автор домов. И он разработал типовые проекты, которые уже есть усиление на несущие конструкции. Есть в случае, если вы делаете проект в несущей стене. Обращаю ваше внимание, что типовой проект у нас включает в себя не только несущие конструкции, но, например, расширение кухни там за счет коридора, расширение санузла за счет коридора, объединение санузла. То есть все, что в проекте написано, делать необязательно. Можно сделать меньше, но, естественно, не больше. Так что, если житель придет, любой из жителей. Во-первых, можно писать на нашем сайте, на сайт, я считаю, неплохой сайт, все эти проекты. Или прийти, можно в инспекцию, вам там обязательно покажут. Единственное, большая просьба к жителям, но мы не успеваем делать копии. Очень часто не исчезает. Ну, вы знаете, Виктор, на самом деле сейчас, мне кажется, уже 99, это мой процент, это не статистика населения, а обладает всякими средствами связи, вроде телефона, которые позволяют даже сфотографировать при личном качестве и даже потом при желании это распечатать. Зачем, если в интернете можно? А в интернете они выложены на нашем сайте. На нашем сайте, пожалуйста, посмотрите. Ну, в таком случае, кстати, нашим слушателям я забыла озвучить телефон студии. Я напомню, что мы в прямом эфире находимся. Телефон 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос по поводу перепланировки. Тема программы перепланировки в Москве. Инструкция по применению. Я думаю, что нужно вообще пользоваться возможностью задать сегодня напрямую вопрос нашим гостям, потому что, ну, действительно, кстати, нужно сказать, что в жилой инспекции, что в БТИ сотрудники и не отказывают, и это предусмотрено в том, чтобы получить консультацию. Правильно я понимаю? А у нас официальный сит-консультант, есть прием руководства два раза в неделю. Там или я принимаю, но чаще у меня помогают незаместители, потому что то вот сюда приходится, то уже различные встречи. Нет, ну, в любом случае, даже человек, у которого еще нет необходимости идти к руководству, он просто хочет получить какую-то консультацию, что ему нужно, какой документ, он скажет, у меня есть вот это, что мне еще нужно принести, как мне сделать. Да, и ему, соответственно, всегда это помогут, расскажут. А вот скажите, пожалуйста, по процедуре тогда немножко. Вот понятно, надо взять заявление. Я еще кое-что не сказал. Дело в том, что у нас есть еще часть перепланировок. Это, кстати, вот Сергей Семенович, по его указанию создана 508-е постановление правительства Москвы, сейчас редакция 840-й, где он обратил внимание на то, что есть перепланировки, которые совершенно не нужно делать проекты. Они должны носить уведомительный характер. Ну, то есть, например, перестановка в сантехнике. Зачем делать какие-то проекты? Например, перегородку убрать. Не несущий. Зачем, да, не несущий, естественно. Зачем на это нужен проект? Просто человеку достаточно уведомить, что он это сделал. Единственное, что там можно было сделать так, что человек идет в БТИ и просто ему вносят изменения, но сотрудники БТИ, они же не специалисты, они не знают, может, там перегородка не несущая, но она разгружающая. И сейчас человек уберет ее, и неизвестно, что с потолком будет. Поэтому они приходят к нам, просят, в смысле, показывают, что они там сделали. Мы тут же закрываем актом. Этот акт посылаем в БТИ самостоятельно. То есть мы больше не выходим на адрес и лишний раз людей не вызываем. Мы отсылаем этот акт в БТИ, и на основании этого акта они уже вносят изменения. Все. Никаких распоряжений получать не надо. Кстати, это тоже достаточно важная тема. Это касается, скажите, пожалуйста, Виктор, это касается только тех видов перепланировок, когда не нужен проект, то есть самых простых вариантов. Да, это те, у нас есть виды перепланировок, которые отражены в основном правительстве Москвы. На что нужен проект, как я уже сказал. А те, которые остальные, на проект на них не нужен. И достаточно сделать уведомительный характер. А скажите, вот для того, чтобы сделать уведомительный характер, правильно я понимаю, что, в принципе, можно взять план, даже старый план своей квартиры, и ручкой там что-то подправить, нарисовать, как это выглядит? Давайте так, во-первых, берется непонятно технический паспорт БТИ, поскольку каждый должен иметь, и он вот Живичный кодекс сам прочитал. Но мы же не будем в оригинале рисовать. Я имею в виду... И делается ксорокопия листа поэтажки. Своей рукой заявитель рисует, что он сделал, расписывается за это. Вот предупреждаю, чтобы потом не говорил, что мы что-то подрисовали. А что, было такое? Ну да, вначале что-то... Только шутка, которая серьезная, я так и не понял. Но говорят, вот мы вот это не писали, мы это не показывали, мы показывали. Вот они расписываются, и на обратной стороне пишут, какие у нас снос перегородки, например, в коридоре, между помещением комнаты и коридором. Ну то есть словами уже описывается, что там нарисовано. Да-да-да. Мы все это смотрим, проверяем, тут же актом закрываем, буквально там у нас 3-5 дней, не больше, и отсылаем в БТИ. То есть не нужно человеку бежать снова к вам, брать какие-то документы у вас, потом еще куда-то бежать? Ничего не надо. Но предупреждаю сразу, что этот комплект документов, который прописан в Женщином кодексе, он не так просто прописан. Даже если человек делает уведомительную перепланировку, то в согласии всех членов обязательно семьи, нанимателя. Потому что если кто-то там будет против, это в судебные процессы пойдут. Ну зачем? Нужно. Лучше сразу предупредить людей, чтобы они или в семье договариваются, все расписываются, потому что на планке есть... Ну точно так же и со собственники. Один живет, сделал что-то, другой сказал из вредности, может быть, даже. Не хочу. Ну, по закону имеется право отказаться от перепланировки. Заставить восстановить при этом. Да. Она подает в суд на восстановление, потому что я был против. И что самое интересное, в основном из практики воюют мама и дочери. С новнями не воюют, с чужими. А вот мама и дочери что-то не могут найти общий язык. Ну не знаю, я даже боюсь это комментировать. Тем не менее, вот смотрите, Виктор, у нас получается, что самым простым вариантом отказа, именно формального отказа, у нас получается либо не предоставление просто нужного перечня документов, да? Я как раз хотел дойти до следующей статьи, 27-й, где написано, почему мы можем отказать. У нас есть три пункта, почему мы можем отказать. Пусть только не думают, что это моя любимая статья, отказ. Я думаю, что нашим слушателям нужно знать, что нужно сделать, чтобы не получить на пустом месте из-за какой-то формальности отказ. Поэтому мы сейчас это им расскажем. Первое. Ну, если не полный комплект документов. Ну, в частности, не все члены семьи согласны с перепланировкой совершеннолетней. Не все собственники согласны. Не приставлено согласие. Да. Ну, это как один из вариантов. Или там отсутствует, нужен проект, а его нет. Ну, это к примеру. Второе. Представление документов в ненадлежащий орган. Ну, например, над домом надстроили еще два этажа. И пришли в жилы инспекции. И пришли в жилы инспекции. Это уже Мосгосстроенадзор у нас. Ну, вы лучше меня даже. Знаете, да, это не наша функция, мы не имеем права, поэтому формально мы по статье 27-й, часть 2-й отказываем. И третье. Несоответствие проекта требованиям законодательства. Есть определенные моменты, которые мы никогда в жизни не пропустим. Это размещение санузла над кухней. Ну, никто это никогда в жизни не пропустит. Ни в одной инспекции. Мы еще обсудим те моменты, которые у нас запрещены. Сейчас мы слушаем новости. И после, через 2 минуты, возвращаемся в прямой эфир. Итак, я напомню формулу права в прямом эфире. Мы обсуждаем сегодня тему перепланировка в Москве, инструкции по применению. У меня в гостях находится Виктор Буянов, начальник инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Центральному административному округу Москвы. И Николай Коплунов, исполняющий обязанности начальника отдела подготовки исходно-разрешительной документации московского городского филиала в ГУП Росттехинвентаризации Федеральная БТИ. Долго, но я думаю, что нашим слушателям, естественно, понятно, что люди, которые находятся сегодня в студии, во-первых, могут ответить и на ваши вопросы. И я думаю, что для тех, кто сделал или планирует сделать какую-либо перепланировку на территории Москвы, ну, лучше никто не расскажет, чем сегодня мы в прямом эфире. Напомню, телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Также ваши вопросы, комментарии можно написать на сайте finam.fm, на страничке программы «Формула права». А мы, вот до новостного блока, мы обсуждали как раз следующий вопрос, а что нельзя делать? Вот самое главное, да, чтобы люди с этим не приходили, уже сделав добавок. Разрешите, я закончу вот еще одну вещь. Дело в том, что, ну, все думают, что жилищная инспекция для чего она создана еще? Она ведь не только для того, чтобы отдавать разрешение, но она еще контролирует процесс производства работы. И самое главное, после окончания работы закрывает выполненные работы актом. Вот на основании этого акта Ростехнодиализации вносит уже изменения в проектную документацию. Так вот, это самое главное, то, что мы ведем процесс от самого начала до конца. То есть персональная ответственность инспектора получается. Если раньше собиралась в префектуре комиссия межведовственная, там было много специалистов, все специалисты, я не спорю, все специалисты хорошие, но они собрались, посмотрели, сказали, да, можно, и ушли, и забыли про это дело. Дальше человек сам что-то делал, подавал в БТИ, то теперь вот это контролируется полностью, он нужен инспекцией, инспекцией по надзору с присутствием помещений. Это все самое важное. А скажите, Виктор, сразу такой вопрос. Вы сказали, актом мы обсудили, что если человек делает какие-то простые виды работ, на которые не нужен проект, то вы этот акт автоматом сами отправляете в БТИ. А если человек делал сложные работы с проектом, вы все равно отправляете сами? Да, да, мы отправляем сами, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда человек, вот это простая работа, он пришел, заявил эти свои работы, и дальше мы сами все оформляем. Если человек уже сдал нам проект, то мы контролируем проект производства работы, как это делалось, и уже потом закрываем актом, собираем комиссию, обязательно привлекаем в эту комиссию, естественно, собственника, который подавал заявление, там, дальше проектная организация, строительная организация, представитель комиссии, инспектор инспекции, ну и утверждает этот акт «Я». Вот эта комиссия подтверждает, что работа сделана в соответствии с проектом, и только после этого мы посылаем. У нас есть вопрос, насколько я знаю, по телефону Павел хочет что-то рассказать или спросить. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить, у меня была такая ситуация, что в доме была перепланировка в квартире, и стена несущая сносилась постепенно и заменялась новой. Это у вас или у ваших соседей? Вопрос сразу. У меня. Так. Стена находится прямо в квартире, по сути, она даже не очень-то несущая, хотя в документах прописана. И заменялась постепенно умными людьми, и, ну, стало только лучше. Но из-за некоторых неувязок с участковым документы не могли подаваться вовремя. И когда пришли проверяющие, сказали, что это не совсем так, и наложили штраф. А скажите, Павел, я немножко не поняла, вы просто убрали старую стену и сделали вместо нее новую? Я смысл работы этой не поняла? Она чуть-чуть подвинулась на тебя, на 20. А, понятно. Что скажете? Знаете, я так не могу сказать, пусть я посоветовал президентный прием. Дело в том, что подвинуть стену, а какое там перекрытие, а если там плита теперь зависла? Вы знаете, сейчас она держится, а потом, не дай бог, что-то так случится. Вот помните, у нас было небольшое землетрясение в Москве? Да, помню. Ну, и какие будут последствия? Вот вы можете гарантировать, что все нормально будет стоять? Да, потому что проверял инженеры. А вы по проекту делали, Павел? Да, мы делали по проекту. Вы знаете, по поводу проверял инженера, это спорный вопрос. Дело в том, что иногда, особенно, когда только спекс начинал работать, к нам приносили очень интересные проекты. Когда мы смотрели, мы говорим, категорически этого нельзя делать. Вы что, сдурели, что ли, в организацию обращались? А нам говорят, понимаете, к нам пришел человек, он заплатил, мы ему нарисовали. Он хотел видеть, хотел посмотреть, как будет выглядеть его квартира, перепланировка, которую он задумал. На мой взгляд, проект это более сложно, чем визуализация дизайна. Стоп, стоп, стоп. Они делали официальный проект, все это красиво рисовали. Ну, в итоге потом оказывалось, что проект не для представления мужа инспекции, а просто для информации заявителя. Поэтому, вы знаете, вам нужно взять проекты, прийти, я бы вам посоветовал, побыстрее. Потому что все-таки ответственность, а потом, скорее всего, вы собственник же квартиры. Значит, вы будете отвечать за все, прежде всего. Тем более, вы говорите, на вас там уже протокол составили за перепланировку. Я бы вам посоветовал взять все документы, прийти в мужскую инспекцию, разобраться, посмотреть, как все это сделано. Взять акт на скрытые работы, ведь, скорее всего, там какое-то усиление проводилось. На старом месте должна быть какая-то рама хотя бы. Ну, я сейчас не готов сказать, потому что это получится, как раньше, когда по телефону нас спрашивали, мы пытались что-то людям объяснить, чтобы понятнее было. А потом они на наши слова ссылались, а оказывалось, там совсем другое сделано. Поэтому, чтобы конкретно посмотреть, чтобы сказать, можно это сделать или нельзя, в крайнем случае, если заказать техническое заключение и по этому техническому заключению закрыть акт, чтобы больше к вам претензий не было, для этого вам лучше всего прийти в мужскую инспекцию с полным комплектом документов. Я не хотел немножко добавить здесь, Павел, еще хочу вам посоветовать. Вы, когда в жилую инспекцию сдавали проект первоначальный, потому что вот вы сказали по телефону, что во время работы стена немножко двигалась. Инспектор также, который выходит и закрывает акты, он может увидеть просто разницу, которая сейчас у вас есть на сегодняшний момент, и та, которая была заявлена при сдаче, может, в инспекцию проекта. Может быть, здесь какая-то проблема, то, что вы отошли от проекта, и, естественно, конечно, инспектор не может принять ту работу, которую вы сейчас выполнили. В любом случае, Павел, спасибо за звонок, но вот рекомендация наших экспертов такова, что в любом случае нужно идти в инспекцию и подробно выяснять, тем более сейчас там есть люди, которые консультируют, да, чем быстрее, тем лучше, чтобы было полное понимание, либо что вам нужно сделать для того, чтобы привести это к логической процедуре уже, завершение этой процедуры, ну, какие моменты, что вам нужно, может быть, исправить, или, может быть, даже иногда по документам, может быть, что-то исправить. Ну, здесь надо посмотреть, потому что вы сказали, что вы не вовремя предоставляли документы, но, тем более, зачем затягивать еще. Напомню, телефон студии нашим слушателям 6510-99, 6, код Москвы, 495, я знаю, что у нас еще один есть на линии вопрос, Светлана хочет вопрос задать. Здравствуйте, Светлана. Алло, здравствуйте, я хотела задать вот такой вопрос. Значит, кирпичный дом, ЖБ-перекрытие, трехкомнатная квартира, значит, раньше, ну, такие квартиры, они вот на университете, метро, и там на кухне был мусоропровод. Ну, прям такой, открывался такой ковшичек, и туда, значит, все летело, значит, шахта. И вот этот мусоропровод, когда стали люди уже, ну, как бы, коммуналки, потом стали делать ремонты, этот мусоропровод заделан. То есть он снят, ну, там, видимо, как-то... Он заделан у кого-то посередине, у меня сразу вопрос, или все-таки до верхнего этажа? Значит, поскольку везде там сделаны эти ремонты... Нет, мусоропровод сделан в несущей стене, который выходит, ну, как вам сказать, ну, подъезд или... В общем, шахта вот такая мусорная, это несущая стена. Значит, приходили инспекторы из дома, ну, там, с РЭО или там штуки, дали кирпич. То есть если там у кого-то он остался, то есть мусор летит. Нет, ну, не перекрыто, вы меня поняли, да, вот эта шахта? Вот я бы хотела понять, да, и объединенная еще комната, значит, с кухней, большая. Значит, в кухне газовая плита. Вот скажите, пожалуйста, можно пойти вот по второй схеме, усреднен... Ну, в легкой схеме, когда, значит, документы БТИ, поэтажный план, рисуешь, что сделано, отправляешь, может, в инспекцию, и дальше уже... Потому что в БТИ есть красные линии. Вот. Как бы вот так. Я просто подходила сама в БТИ западного округа, и мне сказали там, ну, как бы, если бы не вот эта несущая стена, в которой мусоропровод заделан, то есть там же ничего не сбито, просто закрыт этот мусоропровод, то они бы это сделали, все как-то узаконили, вернее, убрали бы красные линии там, ну, буквально за какие-то там 10 тысяч рублей. О, блин. Значит, сразу же, что... Светлана, спасибо за вопрос. Давайте так, что... Все, что делается в МОЖИЛ-спексов, все делается бесплатно, чтобы вы знали. За другие структуры я не могу отвечать. Ну, потому что спрашивают иногда, а сколько стоит там МОЖИЛ-спекция, что-то там за выход, за проекты, там за то, что дела принимают. У нас все делается бесплатно. Это во-первых. Во-вторых, заделка, то, что вы там заделываете, это носит уведомительный характер. Это однозначно. Вы же там ничего не удаляете, не сможете удалить, это несущая стена. Вы просто снаружи заделывали. Ну, что там такого, ничего страшного. Ваши проблемы. Значит, по 508 это все уведомительный характер. А вот объединение кухни с газом, с комнатой, вот это уже проблема. Дело в том, что есть нормы. Определенные, да. Да, в которых не разрешается объединять кухню с газом даже с коридором. Обязательно должна быть дверь с плотным плитвором. Да, с плотным плитвором. Если бы там была электрическая плита, там проблем нет. Вопросов там нет. А вот газовое плиту вам никто не разрешит объединять с комнатой. Значит, там другой объем, там очень сложная взрывоопасность. Но это надо с ним посмотреть, и человек все поймет. Я бы еще добавил, если вот брать именно газовую плиту, если вы собираетесь газовую плиту перемещать в течение кухни, с места на место, то, конечно, обязательно нужно еще подтверждение из Мосгаза, справки о перемещении, как установлена плита. И надо обратиться в Мосгаз, подать заявление, и они выйдут к вам на квартиру и, соответственно, сделают анализ вашей перепланировки, назовем ее так, и дадут определенный... Вы говорите, анализ, а это постфактум получается? То есть сначала я перенесла куда-то эту газовую плиту на свой вкус? Нет, это делается сразу, как Виктор правильно сказал, это делается по проекту. В проекте указывается проектировщик, что когда он выходит на квартиру, смотрит. Если плита, согласно техническому паспорту, как мы говорили, выше БТИ, не соответствует тому установленному первоначальному, она переместилась в какой-то там угол, я не знаю, или куда-то там, то, конечно, требуется, проектировщик все это дело заносит в проект, и требуется согласование Мосгаза. То есть если у нас перемещается газовая плита, я вообще слушаю и понимаю, что лучше, я сейчас не о тарифах говорю, а лучше иметь электрическую плиту дома, ее можно куда угодно переносить и объединять тогда какие-то помещения. А газовая вкуснее еда. Я боюсь, мы можем поспорить. Все-таки согласитесь, что прежде всего, я, может, повторяюсь, но прежде всего должна быть безопасность жителей. И как посмотришь, не дай бог, чтобы у нас такое было, как вот по другим городам, то там что-то жморнуло, то где-то под Москвой вот такой был. Лучше, я считаю, что прийти, пусть придут газовые службы к вам, хотя бы проверят это все, дадут справку, что по техническим условиям установлена газовая плита. Даже если вы передвинули, не бойтесь, вызывайте, проверят. Если все по техническому условиям, справку дают, и все, и вопросы. Да, справка бесплатная. Да, справка бесплатная. То есть вызов сотрудникам Мосгаза тоже бесплатный. То есть, в принципе, это не страшно. Вообще, все, что касается Мосгаза, у меня прямо аж мурашки потело, честно скажу, потому что все, что связано с газом в Москве, а сейчас у нас Москва еще стала присоединенная, огромная территория, да, а там это связано и с расходами, и с большой головной болью. Мы обсуждаем перепланировку. Напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире и вернемся к этому вопросу через пару минут. Итак, мы обсуждаем сегодня вопросы перепланировки в Москве, инструкции по применению. Напомню, что у меня в студии находится Виктор Буянов, начальник инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Центральному административному округу Москвы, и Николай Коплунов, исполняющий обязанности начальника отдела подготовки исходно-разрешительной документации Московского городского филиала ВГУП Ростехинвентаризация Федеральная БТИ. Мы обсуждаем вопросы. И, собственно говоря, напомню телефон студии нашим слушателям. 65, 10, 99 и 6, код Москвы, 495. Также можно вопрос написать на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права». И у нас есть еще вопросы. Максим на линии. Здравствуйте. Максим, слушай, у меня вопрос вашим гостям. Алло. Да-да-да, мы вас слышим, слышим, слышим. Вопрос вашим гостям по документам и копиям. Была такая ситуация. На основании проекта был сделан ремонт. Была перепланировка, включающая в себя, в том числе, проем в несущей стене. Проект делался, соответственно, автором дома. Вот по этой перепланировке. И по проему, есть так, скрытых работ. Сам проем тоже делался организацией, которая, в том числе, и строила дом. Но в результате, потом, когда документы подавались, были какие-то сложности, связанные чисто организационные. В течение какого-то времени, по-моему, 12 месяцев, документы ходили туда-сюда. Через 12 месяцев мне пришла информация о том, что представьте по новой комплект. То есть он еще потерялся где-то по дороге? Не шутите так. Не может так. Не-не-не, вот вопрос дальше не в этом, да? Просто к этому моменту, к этому моменту. У меня строители куда-то потеряли проект, оригинал. У меня осталось сколько угодно копий. Но у проектной организации нельзя запросить. Самое интересное, проектная организация теперь отказывается поставить на этом проекте синюю печать без взятки. Да, банально. Не знаю, почему это. Вот так связано, говорят, заплатите по новой всю стоимость. Мы вам поставим печать. Ну, даже говорят, нет, печать не поставим на копии, а, говорят, сделаем новый проект. Сделать новый проект, да. Заплатите по полную стоимость. Да. Значит, я бы вам посоветовал прийти в инспекцию, официально написать письмо. Хотя то, что вы говорите, я как начальник инспекции, у меня такого в жизни ни разу не было. Ну, если вы так говорите, у меня нет оснований вам не верить. Поэтому прийти, официально пишите письмо, прошу вас предоставить мне оригинал или заверенную копию проекта, который был сдано такой-то, такой-то, от такого-то числа. И вам обязаны будут в течение месяца его найти. Почему месяц? Потому что если он, может, уже в архиве, так как уже вообще так, кто не закрыт, в архиве не должен быть. В общем, его найдут, вам предоставят, печати можно в инспекции свои поставить, заверят этот проект. Понимаете? Оригинал все равно у себя оставим. Друг потом надо захотеть суд подать. Может, даже не будем чем-то оперировать. Поэтому оригинал мы, скорее всего, у себя оставим. А вот сырокопию с печатями можно в инспекции, вам вернут. Я вам посоветовал вот так. И, по-моему, ни разу такого не было, чтобы... Не выдавали или теряли. Ну, вот поверьте, за мою практику... Не, потерял я сам. Это твой экземпляр. Аригинал. Потерял не мог же вам всех. Ну, вот видите, хоть полегче дышать стало. А то вы сразу говорите, что потерял. Потерял я, просто вот сейчас... Придите, официально напишите, вам сделают к сырокопии, все выдадут. Не переживайте за это. Лишь бы главный акт на скрытой работы не потерять, потому что они потом к вам опять могут... Та же организация, которая делала вот эти работы, акты, они могут сказать, что по-новому акту давайте новый проект делать. Ну, я, сожалению, на них не могу... Ну, потому что это уже коммерческие организации. А если нам, то нам надо будет вскрывать независимую экспертизу. Я бы не стал на вашем месте. Ну, да-да-да. Нет, так скрытый к работе, оригинал есть. Все, тогда вообще вопрос нет. Проекта, по которому все это делалось. Спокойно идите, пишите заявление, и вам все это найдут и выдадут. Можете даже не сомневаться. Максим, спасибо за звонок. Ну, вот видите, простой достаточно способ, чем податься с коммерческой организацией, которая решила воспользоваться ситуацией и еще раз заработать на пустом месте. У нас еще звонки есть. Так что, я надеюсь, наши гости готовы. Евгений на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я спокоился при поиске квартир с тем, что я не знал, как проверить, а не была ли квартира незаконно перепланирована? А сравнить с планом? Вот вопрос, где нужно без проблем взять план квартиры, зная только из-за адреса. Вообще, честно говоря... Не выходя из дома. Не выходя из дома, а взять план чужой квартиры? Я думаю, что... Есть план строительства. Есть и дом, по которому... По проекту, который он делал. Хотя бы название проекта, чтобы было где-то узнать дальше. Евгений, Евгений, я хотел бы ответить на ваш вопрос. Вот в самом начале нашего эфира Виктор говорил, что есть типовые дома. В зависимости от того, какой у вас дом, вы можете спокойно в поисковых системах, таких как Яндекс или Мейл.ру, или в Гугле, забить серию эту дома. И в интернете спокойно можете найти типовые серии дома и расположение квартир, таких как в трех комнатах, в двух комнатах, в однокомнатах. Там все серии есть фактически. Или же можете зайти на сайт МОЖИЛ-инспекции. На сайте МОЖИЛ-инспекции есть проектные институты. И вы можете через сайт войти на эти сайты проектных институтов и там посмотреть все эти данные дома. По проекту проектных институтов, хорошо. Если это по проекту более индивидуально. А если у вас нет этого, то я вам советовал все-таки зайти в инспекцию жилищную. Значит, если у нас есть по этому дому была какая-то перепланировка, если у нас есть данные, то инспектор просто поднимет документы, снимет с сарокопию. Такой же типовой квартиры, не именно той, которую вы покупаете, поскольку там все-таки охрана данных персональных. А типовой квартиры, если он есть, сделает там с сарокопию и отдаст. То есть получить, в принципе, не сложно. И в том числе можно и в МОЖИЛ-инспекции. Понимаете, вот если вы пришли на прием к начальнику МОЖИЛ-инспекции, четко сказали, у меня дом, такая-то улица, в смысле, такая-то серия. И вам бы быстрее все это сделали и объяснили, о чем он сейчас по телефону, когда не знаешь, о чем говорит, то ли это индивидуальный дом, какого года, то ли это типовое проектирование было. Ну, непонятно немножко. Поэтому такие вопросы, я же, как я уже, наверное, в начале говорил, и в своей инспекции, я инспекторам сказал, что пояснять мы можем только, чтобы не было недопонимания. Или легкие вопросы, что там поискидываются по проекту, или какие документы нужны, или время работы сложные. А что будет, если я вот эту стену снесу? А какой дом в селе, я не знаю? То вот это вот мы стараемся не объяснять. И пусть жить, уважаемые жители Москвы, нас не обижаются, потому что объяснить это практически невозможно. А вы потом еще не так информацию поймете, будет она на нас ссылаться, и чувствовать себя непрофессионалом тоже очень неприятно. Согласитесь. И единственный момент хотел сказать нашему слушателю, что если вы приобретаете квартиру, нет ничего зазорного для начала. взять у владельца квартиры документы, ну естественно копии, на то, что он продает. Вот в принципе... Цветные знамерения. Ну, конечно, если это оригиналы, там будет видно, во-первых, когда было обследовано, по состоянию, по состоянию на какое число это. Ну, а дальше уже воспользоваться советами наших экспертов... И еще там пишут, обязательно проведена перепланировка и узаконена ли она. Так ведь? Да, все правильно. Ну, единственный год... Представлены или не представлены соответствующие документы? Да, в таком-то году произведена перепланировка, если она узаконена, про распоряжение таким и таким. Если этого нет, она пишет, что произведена незаконная перепланировка. Все. Ну, бывает так, что документы берут, конечно, до перепланировки, да, и показывают, что якобы все нормально. Нет, но тогда можно глазом сравнить, Когда человек приходит в квартиру и видит, тут нарисована стеночка, а тут ее нет. Нет, все правильно. То есть это уже специальное знание. Когда люди начинают говорить, что я не могу определить, извините, если так углубляюсь, не могу определить, но скажите, пожалуйста, вы идете покупать, как женщина, стиральную машину для себя. Я все могу. Вот если я покупаю стиральную машину, я могу все определить. Сколько оборотов нужно, если отжимы, и сколько килограмм белья загружается. Даже если я что-то не знаю, я замучаю человека, который будет мне помогать. Так же, если человек делает перепланировку, и он хочет делать уведомительный характер, но вам все равно, я бы советовал прийти в инспекцию и разобраться, это уведомительный или не уведомительный. Потому что в противном случае вся ответственность уже будет на человека, который это все делает. Вот Виктор сейчас очень важные слова сказал. Я хотела бы для наших слушателей их подчеркнуть, что, конечно, есть у нас возможности в определенных ситуациях уже уведомительно постфактум, после перепланировки узаконить. Но если все-таки вы еще не оказались в той ситуации, когда у вас уже все сделано, а теперь вы хотите придать этому законный статус, а если вы только думаете о возможной перепланировке, действительно обратиться сначала в МОЗЖИЛ инспекцию и понять, что вы будете делать для того, чтобы у вас потом, опять же, не было проблем. И можно ли, да, самое главное, можно ли вообще это делать? У нас звонков много. Давайте выслушаем. У нас еще столько интересного. Мы еще 70 страниц Живичного кодекса не изучили. 70? Ну, мы можем сделать еще программу на эту тему. Нет, я одну секундочку. Я только после этого звонка отвечу. То есть сейчас отвечу на звонок. У меня есть еще интересная статья 29, за которую никто обычно не дочитывает. Доходит. Восьмой заканчивает, да. Поэтому я два слова только скажу по ней. Есть очень серьезная ответственность за перепланировку незаконно выполненную. Ну, естественно, если там ненесущая перегородка, то уведомительный характер. Но если человек снес несущую стену, если снес самостоятельно, то, как правило, вот тут четко написано в Живичном кодексе Российской Федерации, которую утвердила Госдума, то есть приняла Госдуму и утвердил президент. Значит, ответственность вплоть до продажи с торгов квартиры. А если человек является нанимателем, то договор найма расторгается, и новая квартира не написана, что представляется. А скажите, пожалуйста, вот все равно в такой ситуации тогда как делать, если человек уже произвел перепланировку, например, затрагивающую несущую стену? Например, может быть, у него был проект, может быть, не был проект, но он не получал разрешение на это. Вот на сегодняшний день можно ли провести какую-то экспертизу, что все сделано правильно, усиление, даже если по проекту? Опять же, по Живичному кодексу Российской Федерации ранее выполнена перепланировка может заканиваться по техническому заключению. Значит, вызываешь того же автора дома, он смотрит, что там сделано, сделано ли усиление, делает техническое заключение о том, что в данной квартире сделана перепланировка, сделано усиление, что перепланировка не влияет на безопасность проживания остальных жителей. И все, он этот комплект документов подает, и мы ее оформляем, как соответствовать с тем пунктом, когда человек просто сдает документы. Дело в том, что опять это надо сказать спасибо нашему руководству города Москвы, который взял на себя небольшую ответственность, что ранее выполненную перепланировку выполнять при наличии технического заключения по документам, которые дают первоначально для выполнения. Потому что в противном случае надо обращаться в суд, и только суд может это узаконить. Поэтому пока еще есть такая возможность, пока вот это амнистия, хотя я не амнистия высказал, а узаконивание ранее выполненных перепланировок. Пока действуют процедуры. Пока есть эта возможность, пока мэр это объявил, ну пользуйтесь людей. А такой краткий вопрос тогда, откуда вызывать специалиста для вот этого технического заключения? Это в Можел-Инспекцию или к тому, кто проектную организацию лежит? Проектную организацию, значит, если несущая стена, как я уже сказал, там только автор дома может дать заключение. Если сделано, например, вы расширили, там, санузел на территории коридора сделали, то это либо организация, имеющая срыва. Что пишут в саморегулирующие организации. Еще хотел бы добавить, как определить, кто автор проекта дома. В техническом паспорте, БТИ, на первой странице, есть определенная графа, называется проект серия дома. И справа, как правило, пишется проект дома. И по этому номеру проекта дома, еще обращаясь в интернет или в Можел-Инспекцию, уважаемую, можно определить серию дома и кто автор проекта дома. И, соответственно, автор проекта дома делает техническое заключение о состоянии несущей конструкции. И на основании, как уже сказал Виктор, технического заключения уже дальше идет процесс согласования. То есть, подводя резюме, если затронуты несущие конструкции в квартире, в жилом доме, то обязательно надо делать фактически техническое заключение о состоянии несущей конструкции. Просто нужно четко понимать такое резюме от уважаемых гостей, от информации, которую вы предоставили для наших слушателей, сделаю, что нужно четко понимать, что на чаше весов находятся две вещи. Одна вещь — это возможная, например, продажа квартиры с торгов и возможное расторжение договора социального найма, то есть фактически выселение по-русски, да, выселение без предоставления иного жилого помещения. Это с одной стороны... Или продажа с торгов. Или продажа с торгов. Тут зависит от того, приватизированная или неприватизированная квартира. А с другой стороны, это, соответственно, необходимо сделать вот такое техническое заключение, то есть определить, кто автор этого дома проекта, обратиться в эту компанию, сделать техническое заключение и после уже в Мосжилу инспекцию, тем более пока действует вот та процедура, о которой мы говорим. Напомню, что мы обсуждаем сегодня перепланировки в Москве инструкции по применению. Две минуты на новости, и мы возвращаемся в прямой эфир. Мы продолжаем обсуждать тему перепланировок. Напомню, у меня в студии Николай Коплунов, исполняющий обязанности начальника отдела подготовки исходно-разрешительной документации Московского городского филиала в ГУП Рост техинвентаризации федеральной БТИ. БТИ! Да, давайте так, да. И Виктор Буянов, начальник инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Центральному административному округу города Москвы. Я все время, когда любую вообще тему на самом деле берем, и такую уже вот трепещущую, как сегодня, которая интересует многих, я все время думаю, как мало времени. Как мало времени мне самой очень хочется для наших слушателей задать вам вопрос, но я просто вижу, что есть у нас люди, которые уже давно ожидают выхода в эфир. Два слова еще скажу. Дело в том, что сейчас в Москве создаются МФЦ, многофункциональные центры. И в тех районах, где созданы многофункциональные центры, значит, там заявление на перепланировку сдаются только в МФЦ. А на консультацию кому прийти? Все равно в жилой инспекцию? Ну, может, там тоже, наверное, могут проконсультировать. Ну, лучше в жилой инспекцию. Я рекомендую в жилой инспекцию приходить, потому что люди профессиональные. Это не я сказал. Я сказал. Люди профессиональные, работают долго. Конечно, МФЦ только создается. Естественно, может быть, люди не настолько... А потом МФЦ у них же, они принимают документы по массе ситуации. Массе, конечно, да. Значит, если есть многофункциональный центр, то документы сдаются многофункциональный центр. Там есть специалисты. Сейчас они у нас практически, ну, каждый день проходит обучение, где им все рассказывают. Если раньше очень много было отказов, возвратов, там нехватка документов, теперь их практически сравнялось с тем количеством. Как если бы вы принимали? Как если бы принимали мы? Ну, может, чуть повыше пока еще. Ну, каждую неделю, вот сегодня опять было обучение сотрудников. То есть на это не останавливаться. Руководство можно в инспекции. Наш центр, можно сказать, полностью загрузило сотрудниками МФЦ. Так что, пояс, не надо. Приходите туда, спокойно сдавайте. А вот у меня короткий вопрос. Все-таки хочется слушать или выслушать. Время рассмотрения не увеличивается от этого. То есть они быстро чуть-чуть. Ну, от того, что у вас путешествуют документы, это ваше уже как бы золотоответственность. Да, как сказано, 20 дней мы так 20 дней рассматриваем. А скажите, пожалуйста, если в районе создан МФЦ, вот этот многофункциональный центр, можно прийти напрямую в жилой инспекцию или уже нельзя? На консультацию можно. А сдать только туда? А сдать в МФЦ. Давайте выслушаем вопрос. Вот Борис ожидает давно тоже выхода на линии. Слушаем вас, Борис, только кратко. Добрый день. Я постараюсь кратко. Значит, лет с лишним назад мы получили в панельной квартире пятикомнатную квартиру, в панельном доме. Это была трешка, объединенная с однушкой. И вот в одном из проемов дверном, то есть стеном, они сделали кирпичную дверь и оставили все помещения под трансформаторную будку. То есть отгрызли от одной квартиры комнату и там сделали трансформаторную будку? Комнату и сделали трансформаторную будку, да. И вот с таким наследством мы живем более 40 лет. И понимаете, вот уже более 15 лет мы пытаемся сделать обмен, но у нас как только народ увидит эту будку. И, короче говоря, государство нам сделал такой подарок, и мы теперь не можем ни разъехаться, ничего. Вот куда обратиться, как избавиться от такого? Или вообще возможно ли? Вообще, честно скажу, Борис, я с таким вопросом сталкивалась у своих клиентов, у которых то же самое. При получении квартиры они получали, физически они получили двухкомнатную квартиру и выдавали им как бы двухкомнатную квартиру, но это была трехкомнатная квартира на первом этаже, у которой одну комнату отрезали и сделали трансформаторную будку. Вопрос очень непростой на самом деле. И честно скажу, нужно смотреть ваши документы. Потому что у тех людей, которые обращались ко мне в тот момент, у них на руках были документы, все на трехкомнатную квартиру. Никакой трансформаторной будки там нигде не значилось. У них был договор изначально, ордер там на две комнаты, к примеру, а квартира была трехкомнатная. Куда делась комната, выпала. И это вопрос уже, мне кажется, даже и не к Виктору, и не к Николаю, потому что служба БТИ что может? Она может прийти и зафиксировать тот факт, что у вас вот так расположены комнаты, и там действительно находится трансформаторное вот это вот помещение. Как нам зайти документы, там уже находится трансформатор, если это все в черных линиях, то вообще мы ничего не можем сделать. Мы просто по факту проверим, стоит эта будка, значит стоит. По проекту она есть, значит есть по БТИ. В черных линиях, значит в черных линиях. Поэтому тут скорее всего надо к юридической части обращаться. Да, Борис, я просто как раз в этой части хотел сказать, надо ваши бумаги смотреть, смотреть во что это вылилось с точки зрения документации. Возможно, даже вам придется обращаться в суд. Спасибо большое. Но еще один момент хочу сказать, вы не забывайте, что эта будка обслуживает целый дом или как минимум целый подъезд. И просто так ее взять и переместить, вот так вот сказать, уберите пожалуйста будку из комнаты, мягко говоря невозможно, потому что далеко не всегда есть куда ее переместить. И тут затрагиваются интересы жильцов минимум подъезда, максимум дома. Это сложно, предупреждаю сразу. Еще у нас есть звоночки, давайте выслушаем. Надежда Викторовна тоже долго ожидает выхода в эфир. Надежда Викторовна, выключите радио, пожалуйста, иначе мы будем слышать тех, и кратко, кратко. Добрый день, вы знаете, у меня вопрос не по поводу переделки, я как бы, а как соседи, понимаете. Я хочу знать, вот у нас сосед рядом, как бы увеличил высоту потолка, за счет чего? За счет опускания пола. Он, значит, вытащил все лаги и опустил пол. И люди, живущие на первом этаже, они говорят, мы все слышим, как он ходит в тапочках, как там все передвигаются. Вот как это вообще документально и юридически, вообще правильно? Это так возможно? Как это проверить еще вдобавок, да? Что скажете, Виктор? Проверить сложно, это бытовой шум, но увеличение высоты помещения, это уже как бы реконструкция. Это БТИ может зафиксировать, потому что, насколько я помню, в тех паспорте всегда высота потолков. Это реконструктивная работа, реконструкция объекта, поскольку, значит, увеличение объема. И я могу точно сказать, что перепланировку на такую никто никогда не даст, поскольку звукоизоляция, мы всегда смотрим раздел полы, где должен обязательно быть пирог, и звукоизоляция, и дальше что-то. Коментная стяжка там. Ну, стяжка, я не знаю, какие там перекрытия. Дело в том, что, ну, что там, паркет, линолеум, или что-то. Слушайте, а у меня вот такой вопрос. Кроме шумоизоляции, я понимаю, что сосед слышит звукоизоляция, но дело не в этом, лаги вытащили, это вообще как бы безопасно. Это вообще может провалиться. Да, может провалиться пол, и я думаю, что у Надежды Викторовны просто надо обратиться в жилинспекцию с заявлением о том, что такая вот ситуация, чтобы сотрудник жилинспекции вышел и проверил. А может выйти? Вот скажите, по жалобам соседей, может выйти жилинспекция сейчас? Выйти мы можем, но этот вопрос проще будет решить все-таки в судебном порядке, потому что мы же государственная структура, поэтому мы сначала будем посылать письма на доступ, потом, пока найдем, пока доступ, потом обследовать, потом дадим предписание на устранение. Потом его не выполнят. Нет, стоп, стоп, это уже другой вопрос, выполнять не выполнят. Ну, время идет просто. Потом мы подаем в суд. Но жители могут сами это сделать, и, ну, как бы, мы же в жилинспекцию привлечь третьим лицом, и мы подтвердим, что это делать нельзя, и будем на стороне жителей, естественно. Ну, то есть здесь вот такой вот момент именно по поводу соседей, он связан даже не только со звукоизоляцией, хотя это тоже может огромное досаждать, да, вот в жизни, но меня первое, когда наша слушательница спросила по поводу, сказала насчет того, что лаги вытащены, вот мне даже страшно стало, если бы надо мной жил сосед, который вытащил лаги, он почему ходит, да, по гипсокартону, два слоя. Ну, это, гипсокартон не выдержит. Да нет, понятно, это шутка с долей шутки, но тем не менее лаги, они носят нагрузку не только толщины самого пола, да, в общем, наверное, есть какие-то вещи, которые даже, мне кажется, очевидны к тому, что их нельзя выполнять, но очень важная информация для наших слушателей заключается именно в том, что если такая ситуация происходит, можно самим обращаться. Я бы привлек управляющую компанию, которая должна следить за этим на первом этапе, а уж если она будет бездействовать, тогда можно в инспекцию. Но еще управляющие компании где-то активные, хорошие, а где-то такие, что их привлечь сложнее. Им платят деньги, платят деньги жители, заключили договор с ними жители на обслуживание и потребовать, почему мы стесняемся за свои деньги, потребовать людей и выполнить свою работу. Ну почему? Мы не стесняемся. По практике просто бывает, вот приходят люди, рассказывают какие-то ситуации, по практике бывает, что поднять на какие-то действия их какой-нибудь местный, бывший ДЭС, а теперь управляющую компанию, да, это целая проблема. А вот поэтому у нас есть инспекция жилищного надзора, которая вот управляющими компаниями занимается, и раскрытием информации занимается, и правильностью составления договоров, и сейчас будет даже, согласно жилищного кодекса, заниматься проблемой тарифов, то есть полностью контролирует этот процесс. То есть если что-то не делать, значит нужно идти дальше, а не думать, ах, опять у меня что-то не получилось, не ответили. У меня вопрос краткий, точнее не у меня, у слушателя, который его оставил на нашем сайте. В 2012 году делал ремонт, при котором присоединил лоджию без переноса приборов отопления. Согласно действующему на тот момент законодательству, я мог это сделать, но когда пришел в инспекцию в этом году, мне отказали, согласно изменениям с нового года. Что мне теперь делать? Вышло 840-ое постановление, которое изменило, сделал дополнение в 508-ое. Что ему теперь делать, спрашивает слушатель? Что делать? Теплотехнический расчет и восстанавливать. То есть уже вот это никак вообще невозможно? Да, в лучшем случае стеклопакеты ставить, в худшем восстанавливать, как было. То есть можно, есть какая-то ситуация, при которой по итогам вот этого расчета будет найден вариант без восстановления соответствующего? Значит, если теплорасчет позволит, чтобы установили там двухкамерные стеклопакеты, французские стекла, как они называются, французские двери, пожалуйста. Но отделить кухню, то есть лоджию от помещения обязательно. Потом вы не забывайте, там и расчеты разные по стоимости. Лоджия с одним коэффициентом рассчитывается, квартира с другим коэффициентом. Так ведь? Абсолютно верно. Вот. И объединять их вообще никто не разрешался. Просто перегородку убирали и делали там большое утепление, но объединений лоджии все равно не было. Там было лоджия, там тут была комната. Но в любом случае, я думаю, что нашему слушателю нужно порекомендовать, Алексей, который задавал этот вопрос, все равно в первую очередь тебя опять можно ответить. Мне кажется, у нас все боятся куда идти. То есть ты придешь и скажешь, я вот это сделаю. Они говорят, так. И вот сегодня нам как раз Виктор рассказал, что какие результаты могут быть, например, там, выселение без предоставления или еще что-то. А вы же смеете, это серьезные вопросы. Даже такие случаи, ну, не выселения, а подавали. Это может быть поэтому люди боятся идти вообще в МОЗ жилой инспекции с этим вопросом. А что они добиваются? Они же идут с вопросом. Только не сегодня, а завтра. А произойдет то же самое, если произойдет. А если это произойдет, то собственника будут спрашивать по полной. Виктор, кратко можете мне ответить на вопрос? Я сто процентов знаю, что можете. Кратко нет. Ну, давайте попробуем. У нас минутка осталась. Тем не менее, процедура узаконивания или процедура оформления разрешения на перепланировку, чем заканчивается? Какой документ на выходе должен у нас получить человек? Из МОЗ жилой инспекции он получает распоряжение и акт о завершенном переустройстве. Два документа. То есть это должно быть два документа, ни один, ни другой сам по себе окончательный, как бы результатом окончательной работы не является. Окончательный это акт. Но начать работу можно после получения распоряжения. Понятно. И еще один момент, который уже к Николаю тоже для наших слушателей. У нас прям 50 секунд, но очень мне хочется нашим слушателям озвучить. По поводу технического плана, Николай, кратко скажите про техпаспорт, техплан. Что нужно людям покупать сейчас, с 1 января, получать точнее в БТИ? С 1 января в БТИ сейчас уже не выпускаются фактически технические паспорта, только на жилье они выпускаются и можно их получать, технические паспорта. А так называемое нововведение это техплан, который тоже можно заказать как в БТИ, так и у любого инженера, имеющий соответствующую так называемую лицензию на производство этих работ. Николай, уже перебью вас, просто напомню, что кадастровые паспорта теперь у нас выдают тоже не БТИ, а кадастровые паспорта теперь Росреестр выдают. Спасибо нашим слушателям. Каждый четверг в 11.00 в прямом эфире «Формула права». Всего доброго. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова